21 октября Тверь, проспект Калинина. Здесь в автомобильной аварии пострадали 6 человек. Пятеро из них семья, в том числе дети 2012 и 2018 годов рождения, находились в автомобиле Рено Логан, следующим в потоке со стороны центра города. Они ехали домой. А в какую сторону? В сторону Первомайского. В сторону Первомайского, вот эта легковушка, да? Да. А этот куда шел? А тот летел оттуда, на встречку вылетел им. На встречку им, да? И вот так вот его перевернуло от удара? Да, да. А их обе перевернуло. И вот эта тоже была, да, лежала? Не лежала, она просто подняла, а потом опустила. Госпитализирован и водитель второго Рено Логан. Именно эта машина, по данным ГИБДД, на скорости выехала на встречку и ударила первое Рено. От удара черный автомобиль перевернулся. Он на всех парах так не тормозил, то ли он обгонял кого, то ли еще чего, и вылетел сразу в лоб. Они шли потихоньку по этой полотне. С места аварии в больницу доставлены дети, их родители и бабушка. А еще предполагаемый виновник аварии, мужчина 97-го года рождения. Всего в аварии участвовали три автомобиля Рено. Второй при ударе задел следующую сзади легковушку. В ней никто не пострадал. В причинах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД. Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Тверской области, совместно с коллегами из отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Конаковскому району, при силовой поддержке отряда специального назначения ГРОМ по подозрению в организации лаборатории по производству наркотических средств задержан 39-летний мужчина, занимавшийся производством синтетических наркотиков в особо крупном размере. Установлено, что подозреваемый арендовал гараж в поселке Реткино. Съемный гараж он оборудовал для производства наркотиков. В помещении гаража оперативники обнаружили прекурсоры, кислоты, химический реактор, различные колбы, магнитные мешалки и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Кроме того, на месте изъято 15 килограммов запрещенных веществ. Проведенное в экспертно-криминалистическом центре ОМВД России по Тверской области исследование подтвердило, что изъятые являются наркотическим средством «Мефедрон» в разной степени готовности. Также полицейские провели обыск по месту жительства подозреваемого, в ходе которого изъято принадлежащие последнему мобильные телефоны и другие технические средства связи с целью установления возможных соучастников как по производству наркотического средства, так и по его распространению. Следователям Реткинского отделения полиции в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Фигуранту избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается. Сотрудниками полиции проводятся оперативные мероприятия с целью проверки фигуранта на причастность к совершению других преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на территории Тверского региона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова